Привет, София. Привет. София, и сразу первый вопрос. Скажите, может быть, свою историю, как вообще попали сюда, в Испанию, из Украины, из Одессы? Субтитры создавал DimaTorzok И я переехала, можно даже так сказать, сюда, на работу. А вот поподробнее сейчас, как вам там предложение говорилось? По интернету, что ли, или как? Нет, не по интернету. Я приехала сюда, здесь были у меня знакомые, и через своих знакомых познакомилась с одним человеком, он испанец, местный, и он мне предложил работать у него в агентстве недвижимости. Вот так. Он сказал, что я тебе предоставлю своего адвоката, который занимается документами, и он поможет тебе сделать документы, чтобы ты уже сюда переехала на работу. Он мне предоставил этого адвоката, начали мы с ним делать документы, и в итоге так разговаривали со временем, он сказал, чтобы я работала у него. И так я попала работать в его фирме в адвокатскую. И как, вы сейчас получаете помощник адвоката, да? Да. И как вообще все это выглядит? Вот расскажи, подробно, как быть помощником испанского адвоката? Ну, во-первых, надо учить испанский язык. Ну, это по-любому надо, да? Учила я его, наверное, с утра до ночи, вернее, с момента, когда открываю глаза, и до момента, когда они закрываются. Закрываются они тогда, когда они уже вообще закрываются, эти глаза. И сколько нужно было на этот экспресс-курс, чтобы вот немножечко... Ну, наверное, к началу понимать месяца два. Это было именно усиленно. То есть я себя... И переехала линия, не было языка? Переехала, не было вообще языка. То есть я просто вот, когда поняла, что да, надо вот работать, наверное, после того, как мне предложили, вот, что ты будешь работать тут, если ты хочешь, я еще думала, смогу, не смогу, все-таки другой язык и и того подобное. Когда решила, что да, я попробую, я начала конкретно учить язык. Загрузила себя по-полному. Ну, это было сколько, через 2-3 месяца ушло на это, на обучение испанскому? Ну, я скажу, что я и до сих пор его учу. Пока я не буду разговаривать на испанском, как испанцы, я, наверное, не остановлюсь. Вот этот перфекционизм, это... А, это он в голове такой, да? Это уже, да. Ну, если хочется проживать в другой стране, это уже не перфекционизм, это уже норма. И вообще, какие вот функции выполняете, вот, там, по помощи адвокатов именно в Испании? На что здесь такое, вот, скажем так, внимание основное уделяется? Это юридическая фирма, которая занимается документами для иммигрантов со всего мира. Сам мой начальник, вот, мой адвокат, он сам итальянец. Он 20 лет назад переехал сюда, в Испанию, ну, и стал здесь адвокатом. Он занимается в основном итальянцем, который планирует жить в Испании, и португальцем, потому что он, ну, тоже говорит еще на португальском языке. Его партнер есть итальянец, адвокат, который там, на месте, в Италии. И здесь еще есть два, которые, ну, местные адвокаты. То есть, ну, так вот у нас коллектив, ну, еще там есть девочки и мальчики, которые помощники также. То есть, у нас, ну, 8 человек все. А 8 человек, вся компания такая, да? Да, да. А вообще, как получается, вы работаете по рабочей визею, да? Ну, я уже жена испанца. А, уже жена испанца, да? Да. Ну, как вообще тогда жизнь с испанцем, как испанские мужчины? Только плюсы. Только плюсы? Я вообще считаю, что, ну, нет никакой разницы, какой национальности мужчина или какой национальности женщина. Если им вместе хорошо, если есть какие-то общие интересы, если вот в быту все нормально, есть понимание, то какая разница, все мы одинаковые, все мы люди. Ну, я согласен. У всех одинаковые потребности, у всех одинаковая, ну, по поводу менталитета, вот многие говорят, что там от менталитета испанца вон там такой-такой-такой, наш менталитет совсем другой. Честно, ну, ничего подобного. Различия какие-то есть там у менталитета, там, мужчин, например, украинских и испанских? Я бы даже сказала, что различия больше в привычках. Наверное, в привычках, на взгляде на жизнь. Испанцы, ну, я не знаю, не могу сказать за всех испанцев, могу сказать только за моего испанца. Ну, конечно. Вот, он более, более расслаблен, что ли, вот по жизни. Нет такого вот загруженности, нет такого какого-то напряжения, да. То есть, да, он очень любит работать, он вот думает и о работе. Нет такого, что там только фиеста и сиеста, как многие. Маньяны. Да. Да, вот, кстати, у него нет маньяны. Нет маньяны? Удивительно, он именно типичный местный андалузиец. А, он местный. Но маньяны у него нет. А что, вот, такое типичное местное андалузиец? Да, то есть, какое... Какие характерные черты? Мы с каталонцами уже познакомились, получается, да? То есть, мы в этой... Ну, в этой зоне, получается, мы только приехали, да? Нам интересно, что у них такое особенность? Не знаю, как вот именно с каталонцами. Можно сказать, что вот андалузийцы, в основном, вот те, которые именно родились здесь, они очень вот националисты. В плане испанцы. Вот мы испанцы, вот Испания. В большинстве именно андалузии, они любят всякие праздники, любят фиесты, отдых, маньяна. Обычно это вот их. Отдохнуть. Отдохнуть их? Как-то вот испанцы, они другие, чем вот так же это? Другие. Другие? Во-первых, что мне было удивительно, для моего мужа неважно, что вот я женщина, значит, хозяйство на мне. И что только я готовила ужин. Ну, меня это так радует. Потому что я не сильный любитель готовки еды. Вот, ну, не могу я каждый день вот стоять у плиты, тогда у меня будет, честно, депрессия. Депрессия в Испании? Не, ну, именно готовки. А он любит готовить. Потому у нас вот так, мы часто либо вместе готовим кушать, либо там, сегодня он приготовит, завтра там я готовлю. Я там украинские блюда готовлю, он там паэлю классно готовит. По выходным паэля там. А, вот так даже здесь? Да, да. В БТУ вообще никаких проблем нет. Вообще никаких. Ну, а вот в плане там как-то, ну, обязанностей, вот, ну, например, там, по традиции, если там супруга, например, там, ну, как, так, больше за хозяйством, там мужчины чисто деньги зарабатывают и кулаком по столу, вот такого, такого здесь вообще нет? Нет. Такого нет, что вот я мужчина, там, ты женщина, твой день 8 марта, нет, такого нет. А подружки есть вообще испанки уже? Да. Есть? И как вообще, они вот отличаются от менталитета нашей русскоговорящей? Да, отличаются. Они очень властные. Ну, по крайней мере, вот те испанки и подружки, которые у меня есть, они более такие вот к мужчинам властные. Жесткие такие более? Да. Они командуют, они вот матриархат. Получается, тут мужчины, все испанцы ходят под каблуком, что это, как назвать это? Или тут... Не могу сказать, что под каблуком. Мне кажется, вот лично такое вот мое мнение, из-за того, что по испанским законам больше защита женщины. И в любую минуту, если женщину что-то не устроит, ну, не устраивает, женщина может просто спокойно позвонить в полицию, как мальтрату, и сначала не будут разбираться. Сначала возьмут тут мужчину, и потом уже будут там разбираться. Виноват, не виноват, бил, не бил, и все остальное. А, значит, сначала они будут, сразу в тюрьму посадят, да? Ну, там на сутки, или там на полдня, или на двое суток. Но суть в том, что испанки этим пользуются. И мужчины, как бы, переживают, боятся, они лучше... Ну, хорошо. Мне кажется, это как-то вот, то ли исторически сложилось. А он впереди палки здесь такой получается, да? Вот в плане женщины именно. Потому что получается, что у женщины она тут может рукой махнуть, так, вот в полиции сюда, заберите его, нафиг она меня ударить хотела. И получается, его сразу заберут в полиции, да? Вот так вот. Даже не разбираясь вообще. Может быть, наоборот, она просто так захотела. У нее тут, ну... Ну, в большинстве... То есть, в большинстве так и есть. Все сначала заберут, а потом разбираются. Добрый день, друзья. Мы продолжаем авторские туры на автодоме. В этот год для путешествий и знакомства с автодомом мы предлагаем вам 4 страны. Испания, Франция, Португалия, Марокко. Маршрут на каждый тур мы вам разрабатываем индивидуально. Прайс в сезон. Это май-сентябрь. Включительно. 250 евро в день. Аренда автодома с водителем. В стоимость включена. Постельные принадлежности, Wi-Fi, велосипеды. Маршрут в день до 120 километров. Если больше, обсуждается отдельно. Прайс в сезон. Это октябрь-апрель. 200 евро в день. В тур включены мастер-классы по знакомству с автодомом. За 4-7 дней мы вас полностью погружаем в атмосферу караванинга. Будут рассмотрены такие темы, как... Как искать бесплатные парковки. Как путешествовать долго. Жизнь как путешествие. Знакомство с автодомом. От А до Я. Приезжайте. Делайте заявки на телефон. Плюс 7 929 053 63 00. Ватсап, Вибер, Телеграм. До встречи. Да, вот у моего мужа есть друг. Так у него жена раз в два месяца вызывает. Просто вот из-за скандала, да, там. Вызвала, потом через день забрала. Все нормально. Вот штрафт на какой-то дают, да, или нет? Она вообще платит за это, что она вызывает-то? Нет. Пальчик с полу из рук, чтобы мужа забрали. Как это? Даже не знаю, платит или нет. Вроде бы нет. Потому что такого разговора не было. И в принципе никогда даже не упоминалось, что там платит или не платит. Просто вот. Когда мужчина женится, получается, он чувствует такое, что получается все права на страну женщин. Как вот здесь с этой страной? Вот ваш супруг София не боится то, что там вот вы возьмете в полицию посвониться? Не боится. Не боится? А все вот, например, вот, София, как выиграли иммиграмку, какие права здесь получаются? Такие же, как у испанской женщины или все-таки есть чуть другое? В плане чего именно? Ну, в плане вот именно там, при этом, ну, ребенок это ехлебует или какие-то вот. Тоже так же или как все-таки есть по-другому? Все имеют в виду, что не замужем за испанцем, но в любом случае иностранка, то есть по гражданству не испанка. Мне кажется, что права те же. Права те же сам получается. Да, да. Получается, если... В любом случае, женщина, которая здесь замужем, она защищена. Не могу сказать, что там... Да, есть просто разные ситуации. Были даже у наших девочек, у наших женщин разные ситуации по поводу того, что там и мужья били, и мужья выгоняли. И да, есть, ну, есть разное. Но мне кажется, что это не конкретно касательно Испании. Это, в принципе, может быть в любой стране. И даже и у нас на родине. Мужчины есть разные, женщины есть разные, ситуации тоже разные. Выгнать и побить могут, в принципе, везде. То есть это зависит от человека, по мне. Ну, просто вот я смотрю по Украине, то там милиции, в принципе, мягко говоря, пофиг. Тебя, да, тебя там побили. Если не сильно, там, не до реанимации. Но это ваши там внутренние ссоры, внутренние скандалы. Здесь же, если ударит, то как бы полиция, да, отреагирует и будет не очень хорошо мужчине. А вообще, вот здесь штрафы, я вот слышал, что если вот человека вообще ударить, ну, там, просто даже там что-то, то здесь какой-то штраф не момент, посадить даже за эту ногу, по-моему, да? Да, да, есть такой. Слушай, расскажите подробнее вот этот момент, потому что не очень много говорили там, даже по поводу воровства. Кто-то там что-то, вора поймал, он даже не дотронуться не может. Он там у него, например, вещи вытаскивает, а он даже дотронуться не может, потому что кто-то может заявление написать и того посадить сразу, там или что-нибудь еще. Вот здесь вообще как вот закон? По поводу вот этого вот воровства и... Ну, вообще, вот это уже, например, там, не понравился. Ну, этого я даже не знаю, даже вот не задумывалась над этим. Я знаю, что если, да, если ты там ударишь кого-то, ну, и физическая сила, то да, за это и будут штрафы, и все-таки на это реагирует полиция хорошо. Да, да, штрафы, какие-то какие суммы тут речи, или там? Разные. В Андалусье, мы вот были сейчас в Аликанте районе, а сейчас здесь в Андалусье, малая. Ну, штрафы где-то вот 250 и выше. И выше, да? Да, да. Ну, знаете, что мне нравится? Не знаю, как в других регионах, но по поводу воровства, если у тебя украли вещь, то есть шанс, что ее все-таки найдут и вернут. Это вот здесь именно в Андалусье? Да, у меня просто была такая ситуация. У меня были, украли паспорт. Мы пошли в кафе, там сидели, и я положила сумку и вышла. Вроде бы вот как сейчас, сидим рядом барная, стойка, все, никого здесь рядышком нет. И отошла буквально на 2 минуты. В итоге у меня сумки забрали телефон, паспорт, права, страховка, все, по-моему. Да, страховка, права, паспорт и, да, и вот это вот телефон. А? А я не знаю, оно просто у меня как? У меня паспорт, и у меня в паспорте лежали в обложке, так, засунула туда, да. И телефон. И мне кажется, что хотели вытащить телефон, но с обложкой вот так вот взяли и вытащили. В итоге я заявила, и мне через день уже его вернули. Паспорт, права. Документы, деньги, наверное, если там деньги были, паспорт, то и деньги не были. Не, ну, деньги бы не вернули, да. Но пока, знаете, вот на тот момент мне главное было, чтобы мне вернули паспорт. Да, потому что у меня планировалось сейчас 10 дней лететь в Украину. Билеты куплены, все, команды, тут у меня крадут. И все. По-моему, по-моему, паспорт, как вам, это, в такой ценности не получается, по-моему, по сути, его просто выкинуть куда-нибудь, кто-нибудь нашел, забрал. Но если бы там, например, кэш выкинуть, что-нибудь ценное, мне кажется, вряд ли бы... Да, да. Сталкиваемся, я думаю, здесь в основном возвращение. Нам тоже, паспорта тоже, кто крал тоже, ну, где-то не возвращали. А так, как и, в принципе, не проблема, то паспорт просто подкинуть деньги, и все. Потому что он никому не нужен, он ценности для воров, он ценности не представляет. Конечно, да. Сталкивай, почему вы жили в Морби, ну, то есть, именно Малагу, вот это побережье, самый-самый юг Испании? Я даже не выбирала, я просто сюда приехала, ну, как я говорила, как турист, и здесь, ну, были мои знакомые все, и просто вот оно само по себе так получилось, да. Тогда что здесь именно нравится, именно вот здесь? Нравится. Вот в этой зоне, да. Да. Что нравится? Во-первых, нравится климат. Во-вторых, мне очень нравится открытость испанцев. Они приветливые, открытые, с ними как-то приятно, легко находить общий язык, разговаривать. Нет вот такого вот какого-то, ну, по крайней мере, я на себе никогда не ощущала, что я чужая. Вот этого у меня не было ни на минуту. Сколько вот общалась с испанцами, с друзьями, знакомыми, с теми, с теми, никогда не чувствовала, что я чужая, что я не испанка. Потому что просто вот морально приятно. Ну, и погода, конечно. Когда солнышко, когда тепло, всегда как-то приятно жить, а не когда вот снег. Я вообще зиму не люблю. Снег, холод для меня, это, боже, побыстрее, побыстрее уже закончилась эта зима. Потому для меня, да, это зона. А вот как-то сами испанки, например, они вот не чувствуют, ну, как же, нормально вообще относятся, например, к мигранткам, к девушкам, там, с Украины. Потому что, ну, не ревнуют, потому что, получается, испанских мужчин преднедует, в основном, масса. Вот у них есть такая какая-то ревность или что-то там, неприязнь? Не знаю. Я не сильно ощущала это, чтобы там ревность была со стороны испанок. Может, что в моей сфере общения в основном девочки замужние испанки. Есть две незамужние девочки испанки. Но, как минимум, по отношению ко мне не было никакого-то там, что я там приехала, я увожу потенциальных испанцев. Как дружить с испанками, какие приоритеты? Ну, скажем, ценности какие у испанцев, там, семья или что еще? У испанок? У испанок, да. У испанок первая ценность карьера. А, карьера, значит, не дети даже, да? Да, не дети. Про детей они вообще задумываются позже. У меня есть девочки, знакомые 32-33 года, вот так вот, 36 лет одна. Они о детях даже не думают. А они все замужем ходят? Или кто-то не даже не замужем? Есть замужем, есть не замужем. Вот только из сестра моего мужа, вот она, да, она замужем, у нее есть ребенок уже 4 года, и она опять беременна. Ей 31 год. То есть это из моих знакомых, это самая, ну, так сказать, молодая мама. А так вообще у них гораздо позже замужем ходят? Да, да. То есть в среднем 30 лет, около 30, это нормально, для них нормально. Это связано именно с тем, чтобы реализоваться карьеру, сделать? Да, чтобы стать более-менее на ноги, стать независимой от мужчины, вот у них такие ценности. Мне кажется, может быть, в некоторой степени это и правильно. С другой стороны, немножко перегиб. Это куда? Перегиб, куда? Перегиб в том плане, что сильно, вот сильно карьера, сильно работа, сильно вот надо вот быть. И то, что можно просто зарабатывать деньги, наслаждаться жизнью, а семья, дети потом. Хотя у каждого свои ценности. Кому-то важно это, кому-то не важно, это уже выбор каждого человека. А вот вы с мужем в кафе приходите, София, вот здесь происходит момент оплаты. Так вот здесь все-таки каждый за себя или как-то вот? С момента, когда мы с ним познакомились, всегда он. А, всегда он. Да. А он как-то вообще-то намекал на это там, или здесь там каждый за себя платит, получается? Нет, даже не намекал, ничего не говорил. А как вообще у других происходит это вот здесь? Если бы ты просто слышал, да? Вот это вот мне тоже было интересно, потому что я слышала не один раз, а много раз, что здесь вот женщина за себя, мужчина за себя. Да, да, конечно, если вот это друзья, ну не пара и ничего, то да, это нормально. И это правильно. То есть если я, например, общаюсь, встречаюсь с друзьями, знакомыми, ну, мужского пола, то да, мы себе отдельно, ну, потому что, ну, кто мы друг друга? Ну, мы просто знакомые, мы просто друзья вот в таком плане. Да-да-да, а вот так, нет, парень ни разу не было. Нет, 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 есть там какие-то отношения, там букетно-цветочный период, встречаюсь, там как-то порой сплатишься или нет такого, или нормально все? Понятно, что если с дамужем, там уже с дамужем, там уже муж, понятно, что дамужем платить, там все так, а когда вот есть, или есть вообще такие пары здесь в плане, которые, например, уже женаты, там много лет живут и каждый за себя платит? Да, есть, серьезно есть, да. И как это вообще выглядит? Есть в многом у меня тоже знакомые, ну, именно мы говорим о беспанцах, о испанских семьях, у которых раздельный бюджет, и им это нормально, их это устраивает, то есть для них это в порядке вещей. То есть женщина зарабатывает, муж зарабатывает, у каждого свой бюджет, они себе идут в магазин, они могут либо скидываться, либо там как-то пополам, либо там один день он покупает, второй день она. Ну, если, например, аренда и коммунальная, а не пополам, ну, я немножко этого не понимаю, хотя, если им это удобно, если им это комфортно, то почему бы и нет, да. Просто странно, получается, они как чужие люди такие, да, у них разные бюджеты, получается, как-то, стремно, там, думать об этом. Может быть, потому что у наших странах нормально иметь, если это семья, то это только общий бюджет, потому для нас иметь раздельный бюджет в семье, это что-то ненормальное. Хотя, может, даже для них это лучше. Вот если у них такие взгляды, женщине важно, чтобы она была там самостоятельная, что я там зарабатываю мои деньги для мужа, то же самое. И у них тогда не будет конфликта по поводу того, что там общий бюджет, я там беру на то, я там беру на то. Если им так удобнее, ну, мне этого лишнее не понять. А вот, например, здесь же такое, что, по-моему, здесь банк открывается, карточка, получается, на двоих дается, семью, да? Или нет такого вот здесь? Есть такое, что можно на двоих взять карточку, а есть еще просто, да. А вот как-то здесь, здесь тоже все получается раздельно. Вот, например, мы слышали, вот, в Франции... Можно, я знаю, что если есть, допустим, у мужа карточка, можно потом в эту карточку вписать жену. Ну, чтобы как бы жена имела право пользоваться тоже. Ну, там, платить и все остальное. То есть это получается как бы на двоих. Можно оформить на двоих. Отдельно. А вот как работаете софией адвоката? Вообще здесь нелегально кого-то берут на работу? Или нет такого? В принципе, берут нелегально на работу. Но это на страх и риск. На страх и риск как работника, как и того, кто берет на работу. Во-первых, для работника чем, ну, зачем ему потом проблемы? Проблемы и с документами потом, тем более, если он нелегал. Штрафы большие? Для работодателя, да. Штрафы большие. Для работника нет, да? Ну, для работника, ну, а какой штраф для работника? Для работника нет, штрафа не будет, но для работодателя да, будет. Потому желательно вот все делать правильно. А какие вообще суммы? А каких сумм принадлежащих там уже, да, человек? Ну, где-то от 20 тысяч. А от 20 тысяч евро? Ого. Все-таки такой момент есть, да, получается? Есть, да. Есть много, кто работают, ну, так и нелегально, и берут их. А вот мы знаем, ну, вообще, вышли, знаем, что здесь очень много остается поседлостей. Да, да. А как вообще они тогда здесь живут, если там три года им нужно здесь как-то, ну, жить вообще? На работу им устроиться нельзя. Как получается три года? Как здесь выживать тоже? Смотрите, во-первых, есть люди, которые приезжают уже сюда с финансами, которые, ну, прекрасно понимают, что первое там время у них не будет работы. Им надо, ну, на что-то жить. Но это одна ситуация. Они приехали, они с себя живут три года и потом поседлостей. Те, у которых нет такой финансовой возможности три года прожить спокойно в Испании без работы, они идут в языковую школу. И, ну, как студенческую визу открывают по студенчеству. Есть такие, что переезжают, да, по студенчеству. Тогда можно еще устроиться на работу на какой-то период времени. А, по студенческой визу можно работать, там, официально? Да, да, там, в принципе, можно, но там не на полный рабочий день, ну, там четыре часа. Многие первое время работают уборка, например, или там, ну, даже если на стройке, то тоже так, чтобы, ну, разбавка была там, где много людей, чтобы было не сильно видно. Там, допустим, на, да, если на объекте 20-25 человек работает, с них 23 легально, то там два-три человека работодатель может там пустить нелегально. То есть они как бы, ну, да, есть такие, что так делают. Здесь общились, обманывают, там, например, кидают, если есть такое, именно в этом регионе. Потому что там про регион Аликанта мы и слышали, а вот про регион Малаги есть такое или нет? Есть. Более честно такое, здесь есть настоящий испанцы-то? Нет, оно, оно, мне кажется, есть везде. Есть. Здесь тоже есть такое. То же, что кидают, но Польша кидают все-таки наши. Наши-наши. Да. А как это вообще выглядит примерно? Какие-то истории какие-то есть на эту тему? Ну, у меня только одна история. Вот именно конкретно одна история. Потому что когда нанимали, один мужчина был, он грузин, мой муж нанимал к себе на работу его. Он до этого отработал 4 месяца у наших тоже, получается, и ему не заплатили полностью зарплату. А, но он нелегально работал, поэтому, соответственно, просто не заплатили из-за этого. Да, да. Если все это было легально, то, конечно, отреза зарплата была полностью вырвана. Да, да. То есть это то, что наглядно было. А вообще вот сюда приезжают, каким все-таки больше, какие приезжают сюда вообще в основном? Вот именно там, ну понятно, что у кого там финансовая независимость, это ясно. А вот основная масса все-таки простых людей здесь или вот таких вот более, которые там уже имеют финансы? Регион ближе к Марбелье, мне кажется, те, которые вот с финансами. Ну, Марбелье, понятно, да. Да, да. А вот другие. А так все приезжают. Все подряды идут, получается. Да, да, все. Но, в основном, получается, здесь тоже отсюда такая популярная. Вот регион Мавги, Андалусия. Да, да. Или все-таки больше там по визе, лукоратива? Разные. Настолько вот в последнее время много людей переезжают, что разные. Да. Как вообще в Украине все это выглядит? Там тоже так же дают вот эту визу, там, если ты покупаешь 500 тысяч евро, чтобы приезжать? Есть, конечно. Или там лукоратива есть такая, которая вам понравится? Есть, есть, да. То же самое. В принципе, все то же самое, что для России, что для Украины, что для Белоруссии. Этот регион, ну, оно как бы одинаково. Все условия вот одинаковые. Сейчас много с Украины по беженству. Ага, да. Да, по красной вот эти вот карточки они оформляют. Но сейчас очень жестко стало с этим. Ага. А что это вообще выглядит? А что значит оформление карточки тут? Там я приехал, заявил, что я беженец, да? И как это все вообще происходит? Идут в первую очередь в полицию, получают вния, потом идут в экстренхирию, поддаются, как бы, как у нас говорят, сдаются на беженство. То есть, что вот у меня там такая ситуация, я не могу по определенным причинам жить в Украине. Я приехал сюда. Но если раньше с этим было легче, то сейчас, так как очень много людей едут именно по этой причине, надо, чтобы конкретно была правильная причина. Правильная причина, то есть причина то, что в Украине проблемы, в Украине война уже практически не проходит. А, уже не проходит? Да, да. А почему вообще уезжают именно украинцы из Украины? Почему? Вот я только был в Киеве, в Киеве, обалденный город, все там развивается, не очень все правильно. У каждого свои причины. У кого-то после принятия безвизового режима людям проще выехать в Европу стало, чем раньше, когда надо было оформлять визы. Когда вот, ну, как-то вот, мне кажется, действительно, после безвизового режима немножко проще. Все-таки плохо стало, да, получается? Да, да. Плюс сейчас коммунальные услуги в Украине намного выше стала оплата, чем несколько лет назад. У многих зарплаты остались на том же уровне. Люди есть разные. И некоторые могут так прожить, а некоторые ищут какую-то другую возможность, чтобы поставить своих детей на ноги, чтобы как-то заработать на что-то. Но они куда едут. В основном в Польшу едут сейчас с Украины, так как там гораздо проще на работу устроиться, да, да. А еще куда все? В Германию много. А в Германии все много? Да. Потому после того, как люди стали выезжать уже одни в Польшу, потом некоторые там с Польши уже потом дальше куда-то, Франция, там, Италия. Да, да. Как по мне так, миграция, ну то есть миграция и миграция, это в принципе миграция, это вполне нормальное явление. Вполне нормальное. Люди всегда всю жизнь мигрируют с одной стороны в другую. Вот даже взять тот же Советский Союз. Вот я знаю по моей бабушке с дедушкой, мой дедушка был военным, и это постоянно с гарнизона в гарнизон, с одной части Советского Союза в другую часть Советского Союза. По факту это тоже та же миграция. Потом это нормальное явление, каждый человек ищет то, где ему будет лучше жить, где ему будет комфортнее жить, где ему будет просто приятно душой. Ну и где, естественно, хорошо, именно с семьей, чтобы дети были счастливы, и как-то их поставить на ныне. А скажи, как в Одессе-то хотелось бы, потому что мы ни разу там не были. Ой, я очень люблю Одессу. Очень? Для меня это вот любовь. Иногда тянет, да. Тянет, да. Тянет, хочется вот приехать в Одессу, погулять по Приморскому бульварчику. Ну вот, скоро летом планирую навестить Одессу. У Софии есть свой канал, ссылочка на него будет в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok